Первый раз в этом году вышли пройтись по озеру. Раньше мы, конечно, чаще ходили. А это мы вышли уже до конца. Воняет местами. Вода. Но зато никакой жидности. Пока не встречено было. Пока встречено не было. Надеемся увидеть медведя. Барышню отодрала соску держите. Она так переклоняется. Ей нравится. Ходить в рюкзаке. Вопрос только в том, как хорошо идет со Владимир с рюкзаком. Непрерывно дергающимся. Там чисто наклонится. Она тупо пытается в пол смотреть. Моя хна проявилась, кстати. Мне, конечно, можно было посадить лицом к Владимиру, чтобы она меньше дергалась. Но ей так не интересно. Она туда сильнее не рычает. Чем заняться в нашем озере? Ну, как-то так. Главное подальше от пляжа. Отплыть. Но мы справились. Прошли 50 минут. Всего 2,5 километра. Да, всего 2,5 километра. Но по серьезным горкам. Поэтому достаточно. Здрасте. Не без приключений мы довезли ребенка на кремпинг. Ой, вам так не видно. Первый раз в жизни у нас нормальный кампграунд. На лонг выкинд. Владимир на выбирал. Прям на берегу озера. А пойдемте туда спустимся. Там, по-моему, можно прям еще подойти. Вот. Мы здесь на две ночи, я надеюсь, если барышня нам даст. Да, если да. Потому что у нее сейчас... Машкары много. У нее сейчас очень сложный период в жизни. Очевидно, очередной скачок роста. И она прям очень нервная. И спит плохо. Да. Машинка. Можно прям сюда забуриться, да. Но это очень далеко, так сказать, от основных путей. Ну да, далековато. Вау. Сейчас покажу вам закат. Вот. Закат. В 7 часов вечера. Полвосьмого сейчас. Ну классно. Ну и очень нервный ребенок. Который рыдал, наверное, полдороги. А-ля-ля, а-ля-ля, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Брррр. Ну, надеюсь, свежий воздух ее развеселит. Пропадить надо ездить. Да, породеваться. Не, ну что, мне нравится. Офигенно, конечно. А, наконец-то. Въехали, да? Да, вытаскивать. Угу. Кто говорил, что нам большая машина не нужна? У нас вся большая машина занята. Но у нас здесь, чтобы вы понимали, велосипед, коляска и весь наш кемпинг. Единственное, что сюда не влезло, это лылька для барышни. Мы ее одолжили, чтобы она в ней поспала. И ее везут наши друзья, которые будут на соседнем. У которых там вообще... Да, у них мини-вэн, туда только кидай. Они будут стоять через кусты на соседнем кем-раунде. Если сюда вон фейгала, ты жила там. Да, фейгала. Прямо на берегу. Но, увы. Но мы это место запомним. Да, надо сюда, короче, метить заранее. Лонг-выкинг и никого нет. Ну, условно. Да, дрова здесь бесплатные, слава богу. Поэтому мы попробуем попалить костре, но все будет зависеть от того, как наша барышня себя будет вести. Мы попалим. Ну, опять же, да, как она будет спать и будет спать. Так что сейчас Владимир ускорен ими... Мама, сейчас снова кушать. Ой, боже мой. Да. Ну, дел-ка, мамина. Вот что лень заставляет Владимира делать. Там где-то костер будущий. Это не лень. Это модернизация процесса. Это на что я учился. Ага. Тогда можно машиной туда доехать, но мне бы потом пришлось машину перепарковывать. Ну да, не прикольно. А так надо кидать. Человеческий труд дешевле. М-м-м-да. Доброе утро. Смотри, какая милашка. Да? Да? Сейчас по 8 утра Владимир. Опыт лял бегать. Да. А мы тут долеживаем. На самом деле, Занька спала в одолженной люльке. Так же, как и дома. Просыпалась в то же время. Да. Ну, только я никак не могла в это поверить, поэтому... Сражила ее сон. Думала, что ей то холодно, то жалко, то все какая-то фигня. Но... Самого ребенка это никак не беспокоило. Да. О-о-ой. Я как всегда. Но зато... Занька, Занька, Занька. Да. Ну, давай мы еще посмем. 10 часов, дело дошло до завтрака. Да. А все почему? Опа, что такое? Огонь есть. Ага. Потому что я бегал. Ага. Как-то, знаете, ты бежал... Пробежал 12 километров. Потратил почти 3000 килокалорий, потому что... Вот так вот. Мне посчиталось, что я поднялся на 31 этаж. А сколько ступенек у них на этаже? Не знаю. Ну, это... Ну, это было круто. Мне очень понравилось тут бегать. Мне даже, я бы сказал, больше, чем у Вайтшелли понравилось. Потому что тут нет комаров! И прочей живности. Ну и постоянно. Реально вверх-вниз. Да, мы этот комараунд... Сейчас надо побаловать. Да, мы этот комараунд любим, потому что нет комаров. И вот опять как-то так же. Да. И наша барышня может спокойно кататься в коляске, без необходимости быть замотанной в сетку. А сейчас я с ним крутой стейк. Ха-ха-ха. Жена решила повыпендриваться. Это мы тут... Ой, близко, да? Это у них тут, оказывается, есть фитнес-трейл. На котором 18 станций... Это 14-я. Это 14-я. Ну, что-то мы кругами ходим. В общем, 18 станций с упражнениями. Я тут как раз подумала о всяких санаториях с их дорогами здоровья. Или как там они называются? Тропы здоровья, вот. Вот он, санаторий. В палатке живешь. Да. Озеро, лес. Даже эти упражнения подготовлены по пути. Ну, повторюсь, всего 15 километров. Поэтому, если ты пройдешь 15 километров и сделаешь 18 упражнений... Это герой. Пройдет полдня, и ты будешь очень здоровым. Но пока Владимир просто толкает нашу коряску на очередной холмик затяжной. На самом деле, сейчас уже очень поздно. По полвосьмого. Скоро будет закат, и я рассчитывала сделать фотку нашей палатки на фоне заката. А мы непонятно где. Ну, да, мы не успеем. Закат где-то будет через минут 40. Так что мы просто гуляем. И все остальное. Владимир в меня не верит. Помните, как вы поломали первый раз руку. А потом второй раз руку поломали. Второй раз более подходит к этой ситуации. Второй раз. Ну, в общем, они предлагают держать ноги вместе и прыгать через бревно. Дослась, Женька. Зачем он прыгает через бревно? Я хочу попробовать. Надо. Один раз прыгнуть, и все. Я вам наврала. Фитнес-стрелы 2,5 километра. Но ходить здесь можно и 15. Мы подошли к следующему упражнению, которое я стопудов не сделаю. Это параллельные брусья. Ну, что тут делать? Сейчас. Владимир обещается. Давайте. Называется параллель волк, да? Ага. Та-да! Не так-то это и легко. Блин, меня шатает. Ага. Та я, блин, у меня болит все. Сдался. Молодец. Почти. Наша прогулка закончилась, не успев начаться. А вот ребенка мы сегодня ушатали. И она отказывается сидеть в коляске. Так что, возвращаемся назад на камграунд. Ага. Как же возмутительно. Та-да. КОНЕЦ Что я вам скажу? Утро на кемпинге с плохо спящим ребенком, это хуже, чем с похмелья А хуже, чем с плохо спящим ребенком, если еще и похмелье Да, это Владимирский случай Эта прекрасная девочка, по-моему, разбудила поллагеря точно Своими пениями с пяти утра С пяти она так себе, с семьи она начала активно, целенаправленно визжать Это такой вариант, согласен Ну ладно, мы сейчас, наверное, позавтракаем Пойдем гулять, чтобы она поспала Будем собираться ехать домой Ну ладно, ладно Ну ладно, ладно Мы решили догулять вчерашний трейл и нашли офигенное упражнение Которое ни один из нас, в принципе, не может выполнить Потому что он очень сильно сосредоточен на силе в руках, да На ногах я бы залезла И если бы надо было хвататься за эти выступы, я бы тоже залезла А держаться за веревку и ползти, это пипец Не хочется сорваться Ага В прежнем озеро Вокруг озера все гуляем Это уже девятое Ну до этого были такие простые упражнения Поднять бревно Отжаться Подтянуться Пресс покачать По пенькам попрыгать Ну такое, несложное Вот этот первый такой оригинальный Самое сложное после любого кемпинга Это все потом разобрать Владимир еще продолжает Мне надо будет в доме там еще кое-что разложить У нас третий день подряд неуменяемый ветер Да Должно похолодать Эта прекрасная парышня отказывается досыпать После двух часов, что она провела в машине Поэтому мы с ней поливали огород Собирали урожай Тут нам видно Третий заход в этом году И там уже немного осталось Не сравнить с прошлым Привет Я посадила клубнику Посадила неправильно, конечно, видите У меня что-то посажено ниже, что-то выше Может выровняем, может нет У нас всего несколько кустов, которые ведут себя по поводу Все прилично Вот там вот сзади Остальные Додохлики, как я уже говорила Перец Первый раз в жизни На кусте у меня меняет цвет Еще даже не октябрь Так что Теперь я знаю, что сажала вроде красный Я не была уверена Ой, Зая Зая Вау Да Ой, ой, ой Сейчас 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 Поклажанчик у меня Что-то красивенький Наверное, еще пару дней его подержу Не буду снимать Из-за того, что она не спала Она маленькая нервная Но Это пройдет Положить мы ее уже не можем Потому что начало седьмого Если она сейчас поспит, то В ночь уже дела не будет Ой, ой Кстати, вот такая штука очень популярна в местных Ход слинг называется Особенно с новорожденными Ну, Зая у меня не новорождена Какое-то время она была В переходном размере Я не могла ее носить сидя Их 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 А теперь вот Хорошо сидит Слушайте, а у нас уже осень Деревья желтеет Их все падает Ну, хотя обещают вроде как Теплую И в целом приятную осень Но что-то она какая-то ранняя Мы с барышней вышли пройтись На самом деле я собиралась сегодня ехать на работу С утра У нас сегодня один товарищ работает Ударник труда Надо было с ним Увидеться Познакомиться И кое-что Из личного сделать Но я так понимаю с утра я не успею Поэтому я сейчас Иду С ним знакомиться Пока барышня поспит в коляске И поеду на работу наверное попозже Чего я хотела Так это попробовать Выкладывать видео Каждый день Хотя бы неделю подряд Для этого мне нужно это видео закончить Смонтировать наши выходные И собственно начать с понедельника У вас наверное будут дни сбиты Но такое Главное себе мне подряд Задача Потому что мне почему-то кажется Что если я сделаю это Обязательной частью дня Мне будет легче Потому что сейчас Влог выходит раз в неделю Исключительно потому что Я не могу собрать себя в кучу И смонтировать Поэтому я стараюсь Меньше снимать Чтобы меньше было монтировать Ну и в общем как-то так Поэтому Выпадает Большая часть нашей жизни на самом деле Надо как-то это Догнать Вот Поэтому здесь мы с вами Разброщаемся для этого влога И очевидно Увидимся завтра Пока-пока